Помните эту заставку? А этот трек? В детстве он вызывал во мне панический страх. Сейчас это один из моих самых любимых треков. Кто скажет мне, в какое время на первом канале шли утины истории Чип и Дейл? Все верно. Воскресенье, 18.10. Детские площадки пустели, когда показывали бурундуков и уток. И вновь наполнялись после того, как мультфильмы заканчивались. Собираясь во дворе, дети, перебивая друг друга, делились впечатлениями. Нас было так много, и мы все были очень дружны. Полет навигатора, друг мой, враг мой, бесконечная история. Человек со звезды, кокон, короткое замыкание. Шедевры, на которые мы ходили не раз и не два. Фильмы, воспитавшие вкусу поколения, с трудом переносящего современный кинематограф. Сталин плохой, коммунизм плохой, лагеря, репрессии. Да здравствует демократия и рыночная экономика, экстрасенсы, ларьки, вещевые рынки, рэкет и рассвет православия. Попытка найти духовность и приобщить метафизику к повседневной жизни после долгих лет научного коммунизма. В то время я жил в однокомнатной крохотной хрущевке вместе с мамой, папой и старшей сестрой. Странно, но в этих мизерных 28 квадратных метрах я был счастлив. Конец 80-х, начало 90-х, особенное время, великая эпоха. В воздухе витало нечто особенное, фантастическое. Какое-то откровение, которое вот-вот должно было снизойти на окружающих. И мы в одночасье скинули бы с себя все оковы. Оковы бедности, глупости, невежества, агрессии, бездуховности. Музыка, кино, книги, неагрессивно светящее солнце, любящие родители, шелест листвы за окном, все шептало об этом. Мы были в сантиметре от утопичного рая, который должен был стать реальностью. Но ничего из этого не случилось. Вместо этого, спустя годы стало ясно, что люди, рожденные в 80-е и 90-е, самое убогое поколение. Мы все просрали. И мы не совладали не с окружающим миром, а с самими собой. Не желая принимать этот факт даже сейчас, мы все еще стремимся закрыть какие-то гештальты и избавиться от токсичных людей в нашем окружении, не понимая, что самое токсичное дерьмо в нашей жизни – это мы сами. Для меня навсегда останется загадкой, как и почему самая читающая нация, где было больше всего людей с высшим образованием, которые десятки лет вдалбливали в голову, что материальные блага – это не главное, и вместо того, чтобы грамотно распорядиться свободой и взять самое лучшее, что есть в процветающем западном мире, выбрала галлопирующую деэволюцию, с таким упоением, торопясь превратиться в животных. Слышу голос из прекрасного далека. Ну вот, наконец-то это прекрасное далекое наступило. Так вот, как, оказывается, звучал этот голос. Хуевенькая далека, оказывается, нас ожидала. Виноваты, конечно же, мы, люди, рожденные в 80-х-90-х. Даже не наши родители и предшествующие поколения. О, нет. Нас безумно любили. Наши мамы и папы мы застали родителей, которые нам все прощали, содержали и, вполне возможно, все еще содержат детей лоботрясов, отдавая им часть своих мизерных доходов. Помните бабушек и дедушек, которые после застолья в тройком подходили к нам и давали денежку, говоря, «Это тебе. Купи, что хочешь». Мамке не говори. Они делали так, потому что любили нас. Мы такими не будем. Наш выбор – это ждать, когда же бабуля, наконец, сдохнет, чтобы я мог переехать в ее квартиру. Мы спасаем весь мир от пластика, заботимся о вымирающих животных в тот момент, когда дома престарелых, забиты одинокими, никому не нужными, дурно пахнущими стариками, которые положили судьбы на алтарь своим детям и внукам. Свобода самовыражения, возможность учиться в любой точке мира, возможность свободно аргументированно доносить свою точку зрения, честная конкуренция, рынок, который открывает уникальные возможности для того, кто создает что-то своими руками. Все это могло при правильном использовании превратить одну шестую часть суши в самое прекрасное место на Земле. Однако, эпидемия героиновой наркомании, шуткий алкоголизм, убивающий десятки и сотни тысяч людей в год, массовая миграция и любовь Родины и заграницы, все пожирающие коррупции, бандитизм, межэтнические территориальные конфликты, а самое страшное, какое-то жуткое эмоциональное отупление всех вокруг и абсолютное нежелание бороться со всем этим. Вот какой мы сделали выбор. Годы идут, а мы до сих пор не можем прийти в себя, как будто бы единственный шанс для нас быть счастливыми, иметь решающего за нас любящего родителя или государство-тиран, которое знает, как нам лучше жить. Я не симпатизирую и не ностальгирую пасовку. Я в меру либеральный, максимально современный человек, с удовольствием изучающий мир вокруг себя и социальные процессы, происходящие в нем. Однако, если мы идем правильным путем и вся наша борьба во благо людей и человечества, то почему мы вымираем? Самые якобы цивилизованные, самые подыхающие. А те, кто иногда может съесть своего ближнего в прямом смысле, голодные, изнывающие от жажды, напротив, переживают бум рождаемости. Вы скажете, дикари, чем им еще заняться, кроме как трахаться? А мы не дикари? Видимо, в нашем понимании мира и в том, каким он должен быть, мы допускаем ошибку и не замечаем ее. При этом она столь критична, что ведет нас к всеобщему краху. Конечно же, пришло время назвать вещи своими именами. Во всем виноваты евреи. Нет, ни в чем мы не виноваты. В детях 80-х, 90-х, где-то на генетическом уровне заложено предназначение быть абсолютно счастливыми. Думая, это вина любящих нас родителей. Они нас обманули, мир оказался совсем не таким, как они рассказывали. Ну или мы обманули их, не оправдав надежд возложенных на нас. Все, что нам остается, это молча сидеть и бояться. Бояться, потому что очень скоро за нашу планету возьмется новое поколение, знаете, которое носит кроссовки и подкатывает брюки, которые смеются с шуток про гомосексуализм, писки жопы, ну и, конечно же, мое любимое, шутки про рак. Ты же пес. Разве ты не чуешь запах рака? Не, мы придумали эту байку, чтобы совать морды девчонкам между сисек. Нас ожидает тотальный пиздец, масштабы которого мы не можем представить. И это наше вина. Те, кто помнит Хрюшу и Степашу. Каждый мой ролик – это не столько констатация факта, сколько призыв задуматься, призыв что-то сделать, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Дети, рожденные в 80-х, 90-х – самое убогое поколение. Я не согласен. Мне кажется, наше время наступает только сейчас, и нам следует им воспользоваться. Ведь на изменения способны лишь те, кого зовут голоса на заре. На заре Голоса зовут меня А вот тех, кто на самом дне притона Я на самом дне притона Я в хламину Те ничего не сделают. Подписывайтесь на канал Нулевой Пациент, жмите колокольчик. Обещаю, дальше будет еще интересней. Пока, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok